Наидобрейшего дня, уважаемые радиослушатели! Стартует здесь сейчас программа «Полезная среда». Напомню, микрофон Натальи Ремнёва. И вот один момент сразу, да, так в начале эфира скажу о том, что в этом году это уже крайний выпуск данной программы. И, в принципе, в течение года мы говорили о профилактике различных заболеваний. Очень рада, что слушателей становится с каждым разом всё больше и больше. Людям интересно о том, что же вообще, какие мероприятия по профилактике различных заболеваний проходят у нас в городе, в области, как Минздрав помогает в каких-то ситуациях, где можно пройти какие-то скрининги экстренно, либо планово. То есть все эти моменты мы тоже озвучиваем. Спасибо вам огромное, что вы всегда на волне «Радио Балтик Плюс». И, собственно, в курсе всех этих событий, да, всё, что связано со здоровьем вашим, я думаю, тоже мы хоть на какие-то вопросы можем ответить. Ну и сегодняшний день, кстати, не исключение. Сегодня мы поговорим в очередной раз, пусть даже, да, может быть, где-то подумают, что тема заезженная, но, тем не менее, не отпускает она не только наших специалистов, но и нас, как радиоведущих в частности, да, будем говорить о вреде курения, но уже о этих новомодных, новоявленных, да, различных там электронных сигаретах, вейпах и так далее. В гостях у нас сегодня Ли Игорь Моисеевич, врач-психиатр, нарколог, областной... областной... областного наркологического диспансера. Доктор, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот сейчас, ну не совсем скоро, но, тем не менее, да, начнутся у нас там различные празднования, да, корпоративы и так далее. Ну, у кого-то будет это просто в виде, может быть, каких-то посиделок, застольных дома и так далее. Есть ли, да, вообще какое-то вот процентное соотношение? Много ли людей сейчас у нас вот как-то к этой привычке курения очень сильно привязаны? Либо всё-таки идёт в сторону положительной динамики, уже люди бросают курить? Ну, в целом, когда приняли законопроект о запрете табачной продукции и употреблении табачной продукции в общественных местах, скажем так, в рекламах или на телевидении, в масс-медиа и так далее, положительный результат был, и он сказался практически сразу, до того момента, пока в 2013 году не появились это самые модные, так сказать, электронные системы для доставки никотина в организм человека. Сейчас это захлестнуло в первую очередь Соединённые Штаты, там это получило распространение ещё в 2010-х годах и страны Европы. И нам это пришло с 2013 года. С тех пор, к сожалению, статистика не очень радужная. Всё больше несовершеннолетних, в том числе, приобщается к данному виду употребления, так называемые вейпы. На сегодняшний день порядка 30% школьников в старших классах уже пробовали и стабильно употребляют. Я к чему, да, то есть многие сейчас, может быть, слушают, думают, ой, ну всё, это всё одно и то же. То есть мы понимаем, что всё-таки государство заинтересовано в нормальном развитии, да, вот опять же, да, своего генофонда, опять же, нации, да, здоровые, прочные и так далее, да, что как-то вроде уже стали этот вот натиск как-то сдерживать, да, в плане курения, всякие страшные картинки, цеплять на пачке сигарет, да, повысили там ценник уже до невозможности и так далее. И как бы, да, людей стали приучать как-то к занятиям спорта, и ты уже понимаешь, что совмещать одно с другим не совсем комфортно и удобно. Сейчас вот это новая волна. Но опять же, мы же здесь с вами не просто так собираемся, всё-таки нужно понять, да, и объяснить, и рассказать, чем оно всё это дело вредно. Потому что одно дело, когда оно в виде жидкости и непонятный абсолютно этот химический состав, я надеюсь, что, может быть, немножко вы нам завесу тайны сегодня приоткроете, да, то, что попадает в наш организм, что оседает на лёгких, да, на других органах, что, в принципе, насколько это вредно. И вот как раз-таки вот этот миф и заблуждение, парение вот так же опасно, как и курение сигарет, либо это всё-таки вот тот момент, что вот больше мы этого дыма и пара выпускаем в воздух, да, нежели он попадает вот в нас. То есть это вот заблуждение, это миф или всё-таки это реальность? Это миф, к сожалению. На сегодняшний день скопилось уже достаточный пакет информации, научных исследований, изысканий, обоснованных. И приходит к всеобщему мнению, что всё-таки это так же, если не более вредно, как и, назовем это аналоговые, либо классические, в общем, принятом смысле привычные нам сигареты. Продвигая новое устройство, табачная компания утверждает, что предоставили курильщикам более широкий выбор. И заявляет, что все эти электронные приспособления являются более безопасными альтернативами. Но если мы рассмотрим химический состав этих всех жидкостей, то мы увидим, что порядка 80% это пропиленгликоль и глицерин. При нагревании свыше 100 градусов он расщепляется до формальдегида, а формальдегид является канцерогенным веществом для организма человека. То есть, если мы говорим, ну, опять же, с вами разговаривали, по-моему, о том, что если человек курит сигареты, да, то страдают практически, ну, все системы человека. Да, то здесь есть ли какая-то вот опасность, да, либо вот только легкие, потому что все-таки вот эти, скажем так, канцерогены больше оседают в легких, либо также идет влияние на все системы. На все системы, потому что, как известно, печень это является в нашем организме основным органом, который все это деактивирует, скажем так, обеззараживает. То страдают все системы органы, включая центральную нервную систему в том числе, если мы говорим о никотинсодержащих электронных этих устройствах. Эти электронные сигареты, они вызывают зависимость, как и обычные? Да, на первый план выступает, пожалуй, психологическая зависимость, потому что в силу отсутствия неприятного табачного запаха и возможность использовать его повсеместно, скажем так, и довольно-таки часто, в отличие от привычных нам сигарет, их используют чаще, их используют практически везде. Ну, автомобили, скажем так, в общественных местах, возможно, да, и, соответственно, психологическая зависимость, она развивается быстрее и сильнее. А если вот как раз-таки вы сказали, да, что в общественных местах, ввиду вот как раз-таки этого запаха, что не такой он едкий, да, как от обычных сигарет, где-то, может быть, там, с фруктовыми нотками и так далее, то в плане вот пассивного курения оказывает ли такое же негативное влияние именно электронные сигареты, либо вот эти вот нагревательные системы табака, либо они тоже менее лояльны, поэтому я помню просто, может быть, лет как раз-таки 10 назад их даже разрешали курить там, да, чуть ли там не в общественном транспорте, в самолетах и так далее. То есть, да, что, в принципе, так как это вот не такие сигареты, как обычные, вот, ну, а зависимость пассивная можно любить? Такая же, потому что в ароматизаторах, которые применяют, основным ароматизатором является диацетил. Это химическое вещество, которое применяется в пищевой промышленности. Сам по себе он безвреден, в принципе, но его пары оседают в альвеолах и в виде такой, знаете, тонкой пленки, которая препятствует поступлению нормальных объемов кислорода в организм. Соответственно, при пассивном курении этот же самый парообразный диацетил оседает у окружающих, да, получается, людей. Ну и сейчас вот в завершении, скажем так, первой части нашей программы такой вот ответ, можно да, нет, можно более развернуто. Вообще, существует ли безопасное курение? Вот к чему нас, вот, да, вроде как хотят приучить сейчас с помощью вот этих электронных секций? К сожалению, на сегодня, или к счастью, на сегодняшний день нет. То есть любое вдыхание каких-либо, да? Любое вдыхание, любое химическое вещество, неважно, синтетическое, но выведенное в лабораторию, либо естественное выращенный табак, табачная продукция, все это вредно. Все это вредно. Напомню, что в гостях у нас сегодня Игорь Моисеевич Ли, врач-психиатр, нарколог. Говорим мы, да-да, о том же самом, о вреде курения. Зачастую сейчас можно видеть, да, и подростков, и, ну, более, скажем так, даже юное, да, какое-то поколение, чуть ли не дети идут, которые вот позволяют себе там на одну компанию, как-то, может быть, нелегально приобрели себе эту вот курилку и так далее. Может быть, знаете, как, не то что даже замотивировать, может быть, просто каких-то, может, пару советов вы как специалист. Я знаю, что вы уже с конкретными случаями работаете, когда к вам приходит, да, вот пациент и говорит, помогите мне, как мне от этой зависимости избавиться. Но все-таки это же вот такой момент, да, вот эти всякие курилки одноразовые есть, электронные и так далее, которые запах не совсем заметен. Если раньше нашим родителям было как-то проще это определить, да, что нет, мам, я не курила, я там рядом постояла, это просто вот у меня пахнет и так далее. Вот как сейчас быть родителями? Может быть, им как-то, не знаю, ну, не то что даже там, может быть, да, в какие-то там, в личное пространство ребенка влазить, но тем не менее, где-то, может быть, нужно как-то, не знаю, там, прошерстить карманы, понять вообще, вот как понять, курит он, не курит эти вот зловредные одноразовые сигареты электронные, либо как его отучить, может быть. Вот просто вот ваше мнение как человека, как специалиста. Сложно сказать, потому что воспитание ребенка — это колоссальный труд, и каждый раз ты это делаешь на ощупь, как по тонкому льду, да, говорят. Есть такое выражение интуитивно, по наитию. Вот касательно вообще в целом о непринятии молодым поколениями, несовершеннолетними, пагубной привычки, как табакокурение и так далее, то, наверное, увлекать детей, возможно, беседовать, чаще общаться, интересоваться, что их интересует, записывать, если есть возможности, конечно, на различные кружки, как-то так. Ну, я думаю, что просто, да, может быть, в разговорах, да, про между прочим, ну, говорите о том, что они там вредные и так далее, как мы сейчас с вами за эфиром, да, говорили о том, что была какая-то волна новостей прямо из США о том, что они там взрываться могут, да, потому что перегреваются, да, там, видимо... Да, и до сих пор такие новости всплывают в средствах. Дело в том, что нагревательный элемент раскаляется от 100 до 300 градусов, для того, чтобы это жидкое состояние, состав так называемого картриджа, привести в парообразное. Соответственно, не все производители, я даже не знаю, как выразиться, более доброкачественно, наверное, производят свои изделия. И вот эти печальные грустные случаи, когда он взрывается у лица, либо в руке с повреждениями мягких тканей, с выбиванием зубов, извините за подробности, такие случаи на сегодняшний день не единичные. Ну, я думаю, что как раз, если касаемо детей, да, то где-то вот, может быть, со стороны родителей какая-то страшилка такая, да, должна присутствовать, что вот, ты слышал, там, да, не конкретно, допустим, как-то уличать или упрекать в этом ребенка, чтобы он там не подумал как-то, да, и вот в штыки не воспринимал всю эту информацию, именно, что вот такой случай был, что вот где-то что-то произошло, и уже как-то откладываться будет. Как один из возможных вариантов. Ну, хорошо, это вот как раз-таки для родителей, да, взять на заметку, у кого, может, подростки. Кто-то, конечно, ну, вот рьяно против, и это как бы прекрасно, да, хотя, опять же, может быть, просто маскирует, скажем так, да, свои какие-то увлечения под такими вот высказываниями, да, там, перед родителем, что нет, нет, я вот вообще этого не понимаю, там, допустим, да, это не совсем там то, и родители выдыхают спокойно, думают, ну, нет, мой ребенок этого делать не будет. Можно, может быть, пару слов о том, как быстро восстанавливается организм, если все-таки вот человек решил перестать курить? То есть есть ли какие-то такие данные? Вот бросил он, да. По статистике ВОЗ, после полного прекращения курения, мы говорим о обычных, обыкновенных, на привычных сигаретах, риск, человек остается в риске развития инфаркта миокарда еще 5 лет. Если мы говорим об электронных, современных этих, скажем так, устройствах, исследования пока не проводились, но учитывая состав химический, учитывая влияние на те же самые альвеолы легких, на сердечно-легочную систему в целом, то, я думаю, риск будет не меньше. Как вы думаете, через какой промежуток времени, ну это тоже вот просто сугубо ваше личное мнение, будет нам как-то больше известно вот о вреде именно вот электронных сигарет? Ведь мы же понимаем, да, какие и финансовые, да, здесь составляющие, скажем так, крутится-вертится, что, может быть, это и не всем выгодно уточнять, узнавать, насколько вот, какой вред вообще несут именно вот эти вещества, которые входят в состав, да, этих жиш различных и так далее. То есть вот, ну, через сколько лет нам, может быть, будет уже понятно, насколько это вредно и какие все-таки последствия для организма. На мой взгляд, еще года 2-3, и мы будем иметь полную, скажем так, полную картину. Но это, в принципе, не так много, да, пару лет, чтобы понимать. Учитывая историю создания, что прошло уже на сегодняшний день, больше 13 лет, да, вот 13 лет. В сравнении. Ну и теперь очередной каверзный вопрос, да, как все-таки себя заставить, как себя замотивировать бросить курить? Вы чуть раньше озвучили, что это, может быть, больше какая-то психологическая зависимость, да, нежели вот физическая табака. Да. Да, вот что нужно вот человеку сделать, не знаю, может быть, что должно перещелкнуть в мозгу, да, для того, чтобы вот понять, что нет, но это вредно, это в дальнейшем потом меня погубит и скажется только хуже на организме. Наверное, поставить цель. На мой взгляд, так и только так. Потому что то, что мы сами осознаем и себе говорим, что это вредно, это губит мое здоровье, в частности, за мои же финансовые средства, да, за мои же деньги, это звучит для нас как более, наверное, абстрактно. Мы не можем почувствовать, ощутить, прочувствовать, пощупать, потрогать. Это самый вред. Когда настает время, это уже поздно понятно. А чтобы избежать этого, ну, наверное, здесь, сегодня и сейчас надо ставить цели, которые мы достигнем даже не завтра. Это через какое-то время, через неделю, месяц, два, только так. Ну, мы с вами обсуждали тоже за эфиром, что кому что ближе, да, кто-то выбирает тоже книгу, например, прочитайте, да, чтобы сразу как-то от этого отстраниться. Способов много. На сегодняшний день, да, их очень много, включая те же самые НЛП, так называемые психологические аспекты. Кому что поможет. Хорошо. Здесь универсального рецепта, к сожалению, нет. А если прийти в наркологический диспансер и сказать, помогите мне бросить курить? Приходите. У нас развита служба психологической поддержки. У нас есть целый отдел психологический, медицинской психологии. У нас есть психотерапевт в штате нашем. Принимаем как на анонимной основе, так и по полюсу МС. Пожалуйста. Есть какие-то сроки, ну, то есть, например, если человек вот хочет, да, и он всецело как бы вот поставил уже перед собой эту цель, что вот, например, какие-то гарантии, вот, ну, вот, через месяц или через неделю вы уже вот полноценно откажетесь от этой вот вредной привычки, будете себя чувствовать свободно. В целом, да. Если следовать рекомендациям специалистов и твердо настроить себя на достижение, скажем так, определенных сроков, то именно через определенное данное время я добьюсь именно этих успехов, то, конечно, гарантия. То есть это уже получается вот как раз-таки психологи, психиатры, вот, да, находят ту, скажем так, лазейку в конкретном случае индивидуально, да, на что можно повлиять, чтобы человек... Конечно, потому что подход в любом случае индивидуальный. Просто интересно, как это на практике происходит. Если мы говорили со специалистами здесь тоже, по-моему, тоже с вами по поводу алкозависимости, да, то есть как, что, что нужно тоже, чтобы человек пришел самостоятельно, да, там, а не когда там родня уже приводит, заносит или еще каким-то образом, да, вот, то, в принципе, курение, сидишь и думаешь, ну, не к специалисту же обращаться, чтобы бросить. Но, тем не менее, вы сейчас вот, видите, вы сказали, что можно. Нет, обращайтесь. Это как раз к нам, это как раз к специалистам. Отлично. Ну, вот, быстро, да, подходит время завершения эфира. В завершении я всегда говорю пару пожеланий для наших радиослушателей, рекомендации от доктора. Вот, не забудьте, что у нас крайний эфир в этом году. Поэтому давайте что-нибудь для наших радиослушателей пожелаем. Оставайтесь здоровыми, берегите родных. Вот. Ну, пожалуй, все. Нормально. Здоровья и удачи, вот это самое главное. Остального мы всего по большому счету достигнем. Спасибо вам огромное, да. Ну, и в любом случае, да, у нас тут в преддверии различных праздников, как кто-то говорил тоже из специалистов, правда, травматологов, ортопедов, да, не ищите себе в новогоднюю ночь приключений. Это точно. Чтобы не приехать куда-нибудь в СМП или в областную, да, с какими-то травмами непонятными. Не ищите приключений, отдохните с семьёй и оставайтесь дома. Не нужно. Вот. С вами была Наташа Ремнёва. Напомню, что в гостях у нас сегодня был Игорь Моисеевич Лиев, врач, психиатр, нарколог. Всем отличного вечера. Игорь Моисеевич Лиев.